Есть такой немецкий геймдизайнер, то есть разработчик настольных игр, который за свою жизнь придумал больше 800 игр. Вернее так, за его авторством вышло больше 800 настольных игр, которые вы можете увидеть на полках магазинов по всем странам. Его игры переводятся на разные языки, и обычно это игры математические, на просчет, но сегодня будет абсолютно другая. Несвойственная магистру Райнеру Книции. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите КитМедиа. На столе у меня сегодня Зоократия, это игра, уже вторая ее версия от Райнера Книции, и это игра на переговоры. То есть, конечно же, в итоге вам надо будет получить как можно больше победных очков, чтобы выиграть, но весь игровой процесс практически строится на переговорах. А механики и правила в играх настолько простые, что играть не сможет практически кто угодно, кто умеет разговаривать, чтобы договариваться. Ну и момент в том, что в игру могут играть сразу до семи игроков, у нее две стороны игрового поля. Первая на 3, 4, 5, вторая на 6 или 7. Оно немножко отличается тем, что у вас будет разное количество ячеек в разных локациях, в которые вы будете передвигаться. А суть игры сводится к тому, что звери решили выяснить, кто из них самый крутой, и для этого им нужно набрать как можно больше влияния. При этом можно показать о том, что вы имеете влияние только если вы доберете до самого главного вольера. А для этого вы будете двигаться по вольерам потихонечку туда вот отсюда, от начала зоопарка, от входа туда дальше и дальше и дальше. И вот в конце игры, после того, как заняты будут все места вот здесь, только самые влиятельные звери смогут победить. Давайте потихонечку разбираться, как играть в зоократию. Итак, у каждого игрока есть такая вот ширмочка, есть 6 фигурок его животного, их всего 7 различных, к каждому приходит такая вот ширмочка. На ней сзади есть памятка по игре и ваше специальное правило, которое описано вот здесь. Некоторые специальные правила будут давать вам такие же тонкие единички, некоторые специальные правила не будут вам их давать, но обычно чем более сильное специальное правило вашей фракции, тем меньше денег вы получаете за его использование. Что же мы здесь будем делать? У нас есть всего 4 вида действий, которые мы можем делать каждый ход, и первое из них это выставиться куда-то. Когда выставляете свое животное, вы ставите его в одну из ячеек первых 4 вольеров. То есть, например, я мог бы поставиться здесь и больше сюда никто бы не попал. Другой игрок, например, поставился бы здесь, третий игрок поставился бы вот здесь, четвертый игрок выставился бы вот здесь. Но второй вид действия, это действие, которое позволяет вам переместиться вдаль. Дальше туда по вот таким вот стрелочкам. Есть еще вот такие стрелочки, но они доступны только хитрым армадилам, и про это мы поговорим позже немножко. Так вот, для того, чтобы выйти из ячейки, где вы находитесь всего лишь один и больше нет других ячеечек, вам ничего не нужно, вы просто спокойненько передвигаетесь вперед за свое действие, и ход переходит к следующему игроку. Он, например, мог бы выставиться также сюда, вот этот выставился посюда после этого, этот выставился вот сюда, вот крокодильчиком. А я бы поставился бы, например, вот сюда. И этот игрок бы выставился бы, например, вот сюда. Так вот, что нужно дальше? Если вы хотите двигаться из ячейки, где есть кто-то еще, или где, в принципе, свободных ячеек больше, чем одна, то вам придется договариваться с вашими оппонентами. И, например, вот в этой ситуации, чтобы хитрому крокодилу уйти вперед, ему нужно хотя бы еще один голос, который сказал бы, типа, я разрешаю тебе идти вперед. То есть у него есть свой голос и голос хотя бы кого-то, либо меня, либо вот этого нейтрального павлина. Павлины бегают по зоопарку, как хотят, и их можно подкупать. Но постоль, поскольку в начале игры вам подкупить никого не получится, нужно договариваться с другими игроками. И договариваться здесь можно практически о чем угодно. Вы можете предлагать им свое влияние, вот эти жетончики. Можете предлагать им какие-то услуги. То есть, например, сказать, что в будущем я тебе там помогу передвинуться, как ты захочешь передвигаться. Или, например, можно подкупать их своими специальными способностями, что я позволю тебе использовать свои специальные способности в твой ход следующий. Но важный момент в том, что все договоренности, которые вы можете выполнить прямо сейчас, вы их обязаны выполнить, а в дальнейшем, конечно, вас никто за язык уже не тянул. По факту, получается, и вы можете не выполнять то, что вы обещали. Конечно же, если вы прямо за столом это сделаете, то в следующей такой договоренности вам никто не будет верить, и вряд ли ваши животные далеко убегут. Но в данном случае, например, я могу сказать крокодилу, когда дойдет мой ход, что я тебе дам одну монетку, вот так вот, и ты разрешишь мне передвинуться моим армадилом вперед. Он говорит, окей, и важный момент в том, что каждый, кто позволяет кому-то передвигаться, также берет себе еще одну монетку из банка, и тем самым он получает себе уже больше влияния. А я могу переместиться сюда. Каждый раз, когда я перемещаюсь через крючку с таким жетончиком, я этот жетон забираю себе, а на его место выкладывается новый. То есть у меня, по факту, уже есть специальный жетон. Эти жетоны нужны, потому что они дают победные очки в конце игры, а во-вторых, они позволяют подкупать павлинов. И вот если бы я стоял вот здесь вот так вот, и крокодил стал бы неприятным, а наоборот мерзким, и абсолютно никаким образом не хотел бы мне помогать, я мог бы потратить вот такой жетончик, чтобы подкупить павлина, и он бы разрешил мне, дал бы свой голос для того, чтобы я передвинулся вперед. Например, вот сюда. Но момент в том, что жетоны павлины хотят минимум двоечку. И две единички им для этого не подойдут, и они не хотят пользоваться единичками. Им нужен любой жетон, который вы уже получили с игрового поля. И поэтому не пришлось бы потратить 4 очка, чтобы двинуться, например, дальше вот сюда. Вся эта игра строится на том, что вы вроде как рветесь вперед. И очень здорово, когда кто-то приходит сюда, и вот здесь вот начинаете занимать потихонечку места, да? Вы прибегаете через все поле, занимаете эти места, попутно набирая себе какие-то жетончики. То есть как только все места будут заняты, а заняты они могут быть также и павлинами, игра заканчивается, и мы считаем победные очки. И вот здесь вот вы начинаете понимать о том, что вот эта вот вся ваша выбранная гонка и ваша договоренность с другими игроками, о том, что вы одного подкупали, другому давали деньги, третьему давали какую-то возможность сделать что-то за то, что он вам дал возможность сделать что-то, и добежали все туда, она заканчивается тем, что выиграет в жетке тот, у кого за ширмочкой больше всего оказалось влияние. И поэтому, если вы бегали вперед и тратили свои жетоны на павлинов и отдавали их другим игрокам для того, чтобы подкупить их, и в итоге вы там даже первым прибежали, а у вас жетонов меньше всех, то вы, к сожалению, проиграете. А еще может оказаться такая ситуация, что, например, вот этот вот хитрый крокодил, конечно, хитрил-хитрил и набрал больше всех жетонов влияния, но последнее место занял павлин, ему там места не хватило, и его победные очки просто считаться не будут. Вот такая вот хитрость. Но и это еще не все, что предполагает вам эта игра. Есть еще два вида действий. Вы можете двигать павлинов, как вы уже поняли, двигать их вперед. Каждый раз, когда вы двигаете павлина, а павлин птица вольная, ему по барабану разрешили вы ему ходить или нет, он идет и так. И даже если нет преимущества у вас в той или иной клетке, то он, соответственно, просто уходит вперед, а вы из этого получаете монетку за то, что вы подвигали. Но, к сожалению, потратили свой ход и ваши конкретные животные при этом никуда не пошли. И есть еще вот такой вот хранитель зоопарка. Хранитель зоопарка, он ходит, вы его можете переместить на любой вот такой вот жетончик. И это значит, что, когда вы через этот жетончик пойдете, вот, например, крокодил отсюда хочет уйти, если здесь лежит жетончик хранителя зоопарка, то крокодил просто берет и перемещается вперед, несмотря на то, что ему нужно было разрешение. Ему оно не нужно. Но, с другой стороны, он и вот этот жетончик с лаврами, то есть с влиянием, не забирает. Важное в том, что вам нужно разное количество голосов, выходя из разных клеток. Где вы стоите один и больше нет свободных ячеек, оттуда вы выходите просто по собственному желанию. Где три ячейки, там нужно хотя бы два голоса. Это могут быть, например, вот в такой ситуации оба ваша голоса. Или, например, вот в такой ситуации, это могут быть голоса одного еще другого игрока. А в ячейке, где, например, пять клеточек, как вот здесь, нужно три голоса. А в ячейке, где семь клеточек, которые с другой стороны, нужно четыре голоса. Так что вам нужно будет собирать голоса и при этом следить за тем, кто сколько жетончиков набрал, какая у него может быть численность, и, возможно, где-то его подрезать, не дать ему пройти. Иногда можно просто забить клеточки вот так вот, и этот игрок отсюда никогда без вашего разрешения не уйдет, а вы можете ему его и не дать. Иногда можно портить оппоненту жизнь, например, вот он надеется, что сбежит вот отсюда, здесь уже стоят три гиены, он понимает, что он оттуда убегает, вы поставите вот эту штучку сюда, и он, конечно, туда добежит, может быть, если там было место, но жетончик он при этом не получит, и не получит свои пять победных очков, которые ему были бы очень нужны. И все было бы достаточно просто, если бы вы просто друг другу передавали эти жетоны и торговались бы, и, может быть, даже вы привыкли бы к какой-то определенной цене за право перехода. Но есть еще момент в том, что у каждой из семи фракций в игре, которые есть, есть специальная способность и свойство. И вся хитрость заключается в том, что вы не можете использовать это свойство на себя. И вот у армадилов, например, свойство перемещать животных по вот этим вот туннелям. То есть вы сразу можете где-то скоротать путь, например, вот здесь обойти целую клетку лишнюю, не проходя сюда, вот раз-два, а может просто прибежать сразу на один. Крокодилы, например, они позволяют, если вы встали на клетку сюда, сразу перейти куда-нибудь дальше и так далее. Но прикол в том, что вы можете сделать это только для другого игрока. И это у вас очередной вариант того, о чем вы можете договариваться. Вы можете, скажем так, торговать или продавать своей билкой, делать из нее услугу, которую вам потом вернут, и, в принципе, делать все, что хотите для того, чтобы победить. Каждый игрок может использовать свою способность за игру всего лишь в два раза. Для этого у него здесь два таких жетончика. Но если игрок подбирает какой-то жетончик с игрового поля с лаврами, на котором есть специальные символы, он получает дополнительное действие. Например, вот это позволяет ему вернуть один из потраченных жетонов обратно себе на планшетик. Вот это позволяет ему передвинуть павлина. А вот это переместить куда угодно еще и смотрителя зоопарка. И работать только тогда, когда вы подняли. Но вот если я, например, взял такой вот жетончик, и на нем символ говорит мне о том, что я имею право в конце своего хода переместить смотрителя зоопарка еще, это должен сделать, конечно, я. Но абсолютно не значит, что я не могу договориться с каким-то другим игроком, что за определенные бонусы я передвину его туда, куда хочется этому игроку. И я скажу, например, там, «Эй, крокодил, давай мне три монеточки или монеточку двоечку одну, потому что им не выгодно покупать павлинов». И я передвину смотрителя зоопарка, например, вот сюда, и ты здесь можешь сразу приближать в эту клетку, не спрашивая разрешения у других игроков. Очень хитрая, забавная и необычная игра на договоренности. При этом играется она достаточно быстро. Здесь нет такого момента, что если вам, вы не можете передвинуть свою какую-то фигурку, вам, в принципе, нечего будет делать. Вы всегда можете передвигать павлинов, для того, чтобы получать в том числе монетки вот эти вот. Или можете двигать смотрителя зоопарка для того, чтобы сократить себе в дальнейшем путь. Другие игроки, конечно, тоже могут этим воспользоваться, но это позволяет вам не остаться без действий. С другой стороны, конечно, то, насколько игроки будут друг с другом контактными, и то, насколько они готовы к переговорному процессу в играх, зависит от того, насколько весело и интересно будут проходить ваши партии в зоократию. Я могу сказать по себе, что я не большой фанат игр на договоренности, потому что, ну, зачастую игроки, играя со мной, договариваются всегда против меня. Но в этой игре невыгодно получается договариваться против кого-то одного, за исключением того момента, когда вы прямо видите, что он точно побеждает. Или, например, в той забавной ситуации, когда можно просто игроку не дать вступить в последний вольер, ну, а это чисто уже поржать обычная ситуация. И при том, что как раз я не очень люблю игры на переговоры, мне игра понравилась, и я понимаю, что она может работать хорошо практически в любой компании. Так что, если вы хотите себе игру на переговоры без переусложненных правил, с простым, элегантным и быстрым игровым процессом, то коробочка от Райна Рокнится и вам подойдет. Это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрите Мелик Медиа. Всем пока.